Добрый вечер. Приехали сюда. Ребята знали, насколько важна эта игра для попадания в плей-офф. И пока мы держали своего плана, мы контролировали игру. Это было видно по результату. Во второй половине, самое лучшее, что случилось, мы немножко расслабились и потеряли дисциплину. Технические фолы, которые мы получили, почти стоили нам игру. Конечно, надо нашим защитникам делать свою работу получше. 20 потерь – это слишком много, слишком опасно. Но как-то мы сумели выдержаться и выиграть на выезде. С этим я поздравляю свою команду. Поражение довольно тяжелое, потому что прямой конкурент, и дома надо выигрывать. В общем, Калев показал, может быть, хорошую игру. Но при всем уважении к сопернику, она тоже не была идеальной. К сожалению, первый тайм был проигран с той разницей, которую тяжело потом было отыграть. У меня есть ряд претензий к тем игрокам, которые имеют наибольшее количество игрового времени, как, впрочем, и в любой команде. И прежде всего, есть вопросы и в защите, и в нападении, и вопросы к самоотдаче. Потому что, если ряд игроков занимают в команде те роли, когда они выходят и помогают, и играют лучше, чем те, кто должен играть основные роли, то это, на мой взгляд, проблема, которую надо решать. Для меня, я достаточно терпеливо отношусь ко многим вещам. Но когда раз за разом одно и то же говоришь одним и тем же игрокам, и они не выполняют это, вот тут возникает вопрос, что время разговоров, наверное, уже прошло. И вот этот гандикав в 20 очков, которые создавались в первой и второй четвертях, мы всячески пытались отыграть и сокращали расстояние до 10 очков, и даже 7. Тем не менее, ошибки приводили к тому, что все время разницу Калев увеличивал. И, в принципе, сказать, что мы отыграли так, чтобы приблизились на расстояние, с которого мы могли достать и до победы, я не могу. Прежде всего, я недоволен действиями в тех моментах, которые мы отрабатывали, к которым специально готовились. Ну, я думаю, что это следующий этап, разобраться почему так, потому что было несколько нападений не сыграно, которые вы просто игроки не могли не знать, но почему-то не сыграли, потому что эти нападения работали, они играли и так далее. И были моменты в защите, о которых был поставлен акцент. Например, 9 подборов в первом тайме на своем щите акцентированно ставилась задача игрока, который держит ТСР, блокировать, потому что этот игрок всегда идет на щит. А в итоге он сделал 6 подборов, и мы получили 12 очков второго шанса просто после подборов на нашем щите. Судейство я комментировать не хочу, потому что для меня было странно, что при довольно равной игре соотношение пробитых фолов было как с топовым клубом в первом тайме, 17 на 5, 17 пробило Калев и 5 мы. Игра, в принципе, была обоюдно жесткая. Это решение арбитров, видимо, у них такое видение. Такие правила в этой игре повлияло лет на результат. Об этом сейчас сложно сказать. Думаю, что играть под давлением всегда тяжело, но тем не менее мы сами играли. В некоторых моментах не очень здорово. Поэтому не буду на эту тему ничего говорить. Прежде всего, я говорю, я недоволен рядом игроков, которые точно знали, что нужно делать и как это делать, но не делали. И, к сожалению, я попробовал несколько игроков резерва, которые могли, прежде всего, когда надо нас усилить, но оказалось абсолютно несостоятельное его нападение. И поэтому во втором тайме мы уже сократились по ротации до семи игроков. Ну и, в принципе, второй тайм мы выиграли, 46-34. Значит, в общем-то, делали правильно. А первый проиграли то, о чем я уже сказал. Спасибо.